Всем привет! С вами Оксана Тереза. И сегодня я хочу показать, как я организовала вышивку своих многоцветных работ. То есть весенние старты. У меня в весенних стартах получилось две малышки и три многоцветки. Сейчас я вам поподробнее покажу. Значит, один из них, первый из них, это набор от фирмы Эсте. Сейчас поподробнее посмотрим. И сразу показываю, как выглядит мое приблизительно рабочее место. То есть вот кресло. Тот мишка, который валяется на кресле, он мне очень нужен. Он заменяет мне подушку, которую я под спину себе кладу, чтобы удобнее было, чтобы спина меньше уставала. Или вообще, то есть без усталости вышивать. Далее у меня там на табурете органайзеры. Там все остальное, что нужно, необходимо. Вот здесь даже можно видеть, вот тут сбоку у меня всегда мусорничком идет. Вот, ну и сам станок. Сейчас я поменяю, как говорится, дислокацию, да, то есть ракурс поменяю и покажу вам, как это выглядит поближе. Что касается ниток, я уже показывала. То есть у меня все четыре процесса организованы именно в этой коробке, в папках. Для чего это делается? Потому что если ты вышиваешь целых четыре процесса многоцветных, ну даже если один, который долго вышивается, я уже попробовала на эльфейке. И мне вообще очень нравится перекладывать органайзеры, ну вот, чтобы они были, то есть вот так, как вот сделаны органайзеры, допустим, у Пышнограевой Наташи, да, мне все здесь нравится. Мне нравится их в руках держать, перекладывать все, но, к сожалению, нитки-то длинные, нашей любимой длины и метровой. И они, их много, так как они все, эти нитки развешаны на вот таких органайзерах, кроме там, может быть, пару цветов дополнительно были, вылежали в наборе. И они путаются, то есть, когда их постоянно перебираешь, постоянно там выдергиваешь ниточки из разных, то они путаются. И мне вот пришла в голову идея, идею я подсмотрела, конечно, на канале Узлаты, вот в такие органайзеры их, папочки такие, организовать все, чтобы как можно меньше они путались, появились и так далее, и так далее. То есть, как бы спрятать их, защитить их, вот, так, дальше. Покажу вам процесс, который я вышиваю, это эсте, посвящение в рыцаре, и у меня малая версия, где, так, сейчас я одену очки, чтобы было у меня самое, где 560 на 340 крестиков идет, то есть, по горизонтали 340, по вертикали 560, более большой, там, по-моему, по вертикали около 700 крестиков, цветов 200, больше половины из них блендов. Значит, вот так она выглядит, если ее, так, давайте вытащим, наверное, ее из файла, все равно она у меня хранится постоянно в папке. То есть, это обложка от набора, понятное дело, ну, я подробно делала обзорчик, поэтому, кому интересно, как выглядит, потому что папку я уже выкинула, в которой она хранилась, она мне не нужна уже, так как я на папочке вот эти перешла подвесные. Вот так должно выглядеть это все, видите, как красиво, если бумажных, то 72 листа, ну, там, край, там, я бы не сказала, что это листы, так что, вот так, вот так она должна выглядеть, такая красивая работа. У меня бумажная схема и превью, и вот это все, оно хранится в отдельной папочке, и так же я в коробку это все сложила. То есть, вот в этой папке была, вот пришла бумажная схема, я так же в ней все это храню, хорошо, что не стала выкидывать, сейчас объясню, почему. Итак, органайзеры, я попрошила попробовать метод златый, когда вот на булавочке сразу одевается полностью весь символ, да, то есть, вот и бленды, и моно, да, вот солидые, вот эти цвета, прям делала, как вот она учила, то есть, по 50 сантиметров резала нити, но организовала это все не на те трубы, которые она рекомендует, а на такие вот паковские органайзеры, потому что, ну, вы сейчас знаете, да, что с магазинами напряженка, много магазинов не работает, вот, и поэтому я решила, ну, и вообще мне хотелось их использовать, потому что тоже они мне нравятся, эти паковские органайзеры, все, то есть здесь я покупала с оптимизаторами, и здесь куча всяких вот, вот этих вот полосочек, бумажек под разные органайзеры, и пака, и трубы, и так далее, и так далее, какие хотите. Значит, вот так это выглядит все на булавочках, мне нравится, потому что ты сразу организовываешь полностью цвет, и потом только берешь оттуда и вышиваешь, да, мне это нравится, так, цвет немножко сюда можно направить, чтобы тени не было такой сильной, все равно есть. Так, и я сначала организовала это на табурете, который вот вы сейчас видели, он у меня справа на кресле стоит, и сейчас на этом табурете, там у меня, сейчас покажу поближе, что есть. Вот, сначала это все было организовано на этом табурете, все четыре органайзера, я люблю, когда справа, мне удобно. Этот органайзер у меня был с левой стороны, ну вот это вообще я только одну брала, вот у меня в этой, в этой баночке все мои, как они называются, игольницы, да, магнитные, вот именно в красной, те, что нужны для эсте, ну здесь пластырь на всякий случай, здесь уже я оставила эту нить, я натяжку ей делала, сейчас покажу. Здесь подставка для чашечки, ножнички и так далее, вон еще пластырь подопихивала себе, вот. А папка, когда мне не нужна, вот это я ее просто вот так в коробку туда убираю и все. Дальше. Ну, потом переорганизовала, вот сюда эти органайзеры переставила, не переорганизовала, переставила, да. Почему? Потому что на табурете меньше места и они были вот более близко друг к другу, и у меня все это дело как-то ниточка, как за какую-то ниточку зацепилась, и у меня одна булавка была на органайзере, выдернулась. Хорошо, что я увидела сразу с какого это, с какой ячейки и сразу ее обратно ставила. То есть, был такой момент, поэтому я решила перестраховаться, дать больше им пространства, и вот на этом столике, на котором у меня вот организовывал сам станок, то есть на основе которого станок, да, такой журнальный столик был, тоже все делал муж, и станок, и этот столик я решила вот так. То есть, дальше. Сначала не пользовалась этой штукой, но вот мне пришла в голову тоже, это я у Елены Прокопенко подсмотрела, где-то она вот вышивала, что у нее вот перед лицом вот этот лист. Я сначала думала, да зачем он нужен, теперь поняла, что нет, он нужен, он действительно нужен, потому что вот здесь я, это первый органайзер у меня, это второй как бы органайзер, третий и четвертый, да, по 50 же цветов на каждом органайзере, я так их и установила. Вот первый, второй, третий, четвертый. И, то есть, я не так, как раньше, да, вот, потому что я еще только начала вышивать, и где находятся какие символы, какой линейки, я, конечно, я примерно-то понимаю, что они сгруппированы, да, там по треугольничке с треугольничками, стрелочки с стрелочками, там квадратики, кружочки, все это отдельно, цифры, буквы, но, тем не менее, я все равно несколько раз дергала, да, вот эти органайзеры, чтобы найти символ какой-то. То один возьму нету, второй возьму нету, поэтому вот этот листок, он лежит, я посмотрела, ага, значит, если это сердечко или там, допустим, вот такой цветочек, то это первый органайзер, я сразу слева первый беру, если цифру буквы, второй органайзер, ну и так далее. То есть, я уже меньше телодвижения делаю в поисках вот этих вот символов, нужных мне. Дальше. Вышиваю и вот так кладу себе телефон, вот у меня прям схема здесь, сразу сейчас мы ее вам и покажем, вот она, телефон, ну, понятное дело, что я увеличиваю масштаб необходимый мне, извините, и вот таким образом вышиваю. У меня вот прям вот так, ну, раз, за эту трубу подвигаю к себе и вышиваю. Значит, таким образом, да, то есть здесь у меня игла-заправщик, нить-вдеватель. Нить-вдеватель пака решила здесь не использовать, потому что все-таки появилось у меня подозрение, что пака, он корябает внутри металл, внутри ушка, и потом у меня эти нитки, эти иглы цепляют нитки, приходится отрезать, бывает жалко, жалко нитки, так как вышивается набор нитями ДМС, поэтому я вот решила использовать вот такой нити-вдеватель. Значит, дальше что, и пока у меня вот эта рама, которая короткая, то есть у меня этот станок позволяет максимально раму делать 65 см. Сюда надо бы, желательно, хотя бы 70, наверное, вот чтобы, поэтому, как оно, видите, мы загнули края, сейчас вам покажу, телефон только уберу, разверну, чтобы было видно, что там загнуло я края, какие они видно, да? Вот, вот здесь загнуты края, то есть лишние, да? И из-за этого случилось следующее. Во-первых, не получилось, естественно, натяжки. Ну, я как-то никогда особо не страдала из-за того, что натяжки нет, да? Но здесь, я так понимаю, ну, как бы, я не напрягаюсь по поводу барабанной натяжки никогда особо. Как-то, знаете, даже... Ну, сейчас оно мне стало нравиться. Именно в этом процессе я считаю необходимой, потому что мне вот показалось, допустим, здесь вот более натянутый, да, вот просто полотно, и здесь более ровный, может быть. Может быть, мне так кажется, конечно, я не знаю. Вот здесь вот более рыхлое полотно, как мне кажется, более такое вот. И я решила, что надо попробовать сделать все-таки натяжку посильнее. Натянула нитями, воспользовалась этими деревянными спицами, которые шли в наборе тоже с оптимизаторами. И вот на нитке пока. Ну, потому что вот никакой другой натяжки здесь не представляется возможным, так как расстояние между рамой и конвой очень маленькое. Но в силу того, что у меня все-таки, да, вот эти вот края загнуты, вот видно, кстати, вот, вот видно, да, вот загнуты. Здесь не получается, вверху натяжки, понимаете. А она, чтобы была барабана, должна быть четырехсторонняя. Поэтому все-таки я подумаю о том, чтобы заменить все-таки станок и раму. Мне жаль, потому что тогда снова придется вот эти органайзеры водружать на табурет. Ну, слово сказать, когда они справа, удобнее, да. Поэтому, что я еще придумала, не то, что придумала, решила, чем я еще решила воспользоваться. Решила воспользоваться органайзерами для организации ниток вот этими, которые тоже лежали в наборе. Они ламинированные. И чем здесь хорошо, то, что здесь есть по два отверстия. То есть вы плент можете вешать на два, две разные ячейки. Для меня это важно, потому что у меня уже был прецедент, когда я, выдергивая просто с крючка паковского, я путала уже не первый раз. То есть когда там попас, мне непонятно нормально все. А когда вот я уже в процессе, там раз, два, три, и я уже потом, если бленды очень сильно похожи... Интересно, здесь есть такие сейчас бленды в работе, которые сильно бы были похожи. Но пока, пока нет. Пока даже вот этот, это он виден. Хотя, кто знает, этот зеленоватый, это коричневатый. Вот два коричневых есть бленда. Ну и все равно они... Я знаю, что вот когда так много блендов, есть очень похожие цвета, и у меня есть риск их перепутать. Поэтому стала навешивать вот сюда. Сначала метровыми, и пробовала даже метровыми блендами вышивать, но мне неудобно. Поэтому я стала бленды резать. Вот здесь вот прям видно, что бленды у меня порезаны. И все-таки удобнее было бы, чтобы вот это все не путалось. Ну да, вот я вернула. И что меня вернуло к тому, что хранятся теперь вот на таких органайзерах нитки, а нитки здесь путаются. Но зато ничего не выдергивается. То есть она уже сидит в ячейке своей и сидит. И нет такого уже опасения, что сейчас у меня из ячейки выдернется булавочка с ниточками. Я потом буду искать, где брала. Хорошо было бы, конечно, по 50 сантиметров и солиды. Но я настолько люблю наряд, чтобы они... Ну, чем они короче, тем они аккуратнее смотрятся просто. Да, и в работе аккуратнее. Но я настолько люблю закрепку петелькой, что я просто не стала. Солиды так у меня метровые здесь и висят. Попробую я сейчас так. Если все-таки я приспособлюсь и пойму... Я почему еще тоже это сделала? Потому что, вот, представляете, здесь еще не все цвета. Я стала опасаться, что если будут все 200 заправленные, то действительно у меня повыдергиваются эти булавки. Вот. А на трубах это, чтобы делать это... Да, на трубах это гораздо удобнее, потому что там глубоко утапливается эта булавка. Ну вот в верхнем ряду она здесь тоже достаточно глубоко утапливается. Вот. Прям вообще можно глубоко утопить. Прям вообще взять вот так вот и глубоко-глубоко ее туда утопить. Вот так. Прям видите? Что касается низа, то здесь вот такой номер уже не пройдет. На трубах удобнее было бы, конечно, но это надо строить подставку для них. Это надо трубы идти покупать у меня. Их осталось вот чуть-чуть. Вот это она мне здесь нужна, самой. Телефон она мне держит. Вот. Дальше. Про неудобства схемы. Все-таки для меня есть неудобства схемы в том плане, что она просто символьная, без цветов. Во-первых, вы меня знаете, да, я такая мадам вечно сомневающаяся, правильно ли я навешала. Я вот сначала, прежде чем, допустим, садиться вышивать первые крестики, я просмотрела, да, вот какие у меня здесь в первых двух рядах встречаются. Десять штук сюда, десять квадратов в горизонтали, две в высоту. Я посмотрела, какие символы встречаются, и я постаралась их организовать, да. То есть вот все, что вы видите на булавках, это все организовано у меня вот перед работой. То есть представляете, какое количество, да, символов уже. В первых вот этих вот двадцати квадратах нижних, где ступени. То есть достаточно приличное количество символов. Вот на второй подход я уже стала организовывать вот эти ламинированные органайзеры. И вот, вот видите, то есть я вышила вторые две тысячи крестиков с добавлением уже вот этих цветов. Много цветов в работе сразу же, и поэтому вот так. Что я хотела еще сказать. Вот, и когда я навешивала эти бленды, некоторые я вот сейчас покажу. Я покажу вот здесь, вот, чтобы видно было, да, так. Пришлось нарастить мне штатив, но он теперь не устойчивый, да, чтобы было видно. Так, и вот, допустим, у меня же какие символы смущают. Сейчас попробую ее показать. Ну, вот на примере, допустим, вот этих. То есть вот смотрите, есть вот такие две точки и вот такие две точки. На органайзеры все прекрасно, они различаются, да. Еще у меня был вот вопрос тоже с этим. Вот этот вот кружок в квадрате и вот этот, типа квадратик в квадрате, да. То есть на органайзере их легко, они различаются, и вот как бы ты их видишь, да, что они разные. Но в программе, в программе, сейчас я попробую найти этот символ, который, короче, я уже два раза тут в панике сидела, не могла найти, не могла определиться, какой все-таки символ это вышивается. Так, вот он, я его нашла, кажется, вот, вот он, вот он, я его нашла. То есть, видите, он выглядит вот так, вроде бы кружочек, а вдруг, а я такая, а вдруг это все-таки другой символ, вдруг это все-таки символ, который рядом. Они похожи, посмотрите как, да. И, к сожалению, сага нам не подсказывает, что это за символ, потому что здесь везде один номер написан. То есть, во-первых, когда бы я навешивала, если бы, допустим, вот здесь, видите, они идут под номером 58, вот такой символ. Символ, да, 20 и 33, вот четверка. Если бы в саге была бы возможность, да, вот тоже, ну вот, допустим, вот этот вот 86-й, и вот если бы здесь вместо 180 было бы 86, ой, это было бы радость. Ну, как я привыкла подстраховываться. То есть, я уже привыкла по саге, да, что я смотрю на номер цвета, и я как бы подстраховываюсь, что, да, это тот символ, никакой не другой. Тем более, когда это многоцветка. Здесь такой подстраховки нет. И тут у меня была паника, когда, да, первый раз, когда я навешивала эти ниточки. Второй раз, когда вот мне встретился он в схеме. Вот посмотрите, как он выглядит в схеме. Короче, у меня была паника. Я не знала, что мне делать, как мне подтвердить. Значит, первый раз у меня уже не помню, какой символ у меня встретился. Тоже так, тоже в вышивке было. Но там было проще, то есть, я проверила по ниткам. Как бы там в одном месте это была серая нитка, а в другом символ это была желтая нитка. И понятно, что в ступенях желтой нитки, ну, я такой яркой вроде бы быть не должно. Поэтому, чтобы разобраться здесь в ситуации, какой же все-таки это символ, что я пошла, обратилась к бумажной схеме. Вот она, эта бумажная схема, и вот этот символ, который я нашла. Он тут один, кстати, всего. И тогда я посмотрела, да, это все-таки кружок кадрати, который большой. И вот здесь, кстати, рядом с ним вот эти вот такие два кружочка, которые большие. То есть, вот эта бумажная схема мне помогла все-таки определиться, что за символы вышивать. Потому что я бы сомневалась до последнего, какую тут мне, каким символом вот этим мне вышивать или вот этим, допустим, да. Я бы себя мучила до последнего. Вы знаете, что я натура такая, да, сомневающаяся. Мозгопил такой. И, короче, я бы себя терроризировала до последнего. А правильно ли я делала? Вот, ну и что, давайте посмотрим в итоге. А так, в принципе, удобно. Так ничего неудобного, в принципе, всего остального нету, потому что вот ты выделила символ. Сейчас уже вот так вот его пониже. То есть, выделила символ, ты его видишь, ты вышиваешь. В принципе, все, все остальное, в принципе, достаточно удобно. И у меня уровень сложности двоечка. Очень хорошо, что любимейший мной сюжет, который я мечтала, он, ну, может быть, то, что я еще малую работу выбрала все-таки, да. Он у меня... Здесь нет таких вот прям махровых одиночек, которые прям вот мне выбесили. Такого нету. Ну что, давайте еще подальше, наверное, отвезем, чтобы было сравним, как получается, как говорится, да. Ну вот то, что вы видите сейчас. Слушайте, через камеру смотрю, вижу. Вот пока вышиваешь, пока все близко, мешанина крестиков какая-то, какая-то ощущение, что я какой-то пазл, микропазл какой-то собираю, да, то есть какую-то мозаику. То есть там вот крапление крестиков, там крапление крестиков, да, и вот. Чего там? Я сейчас покажу поближе крестики еще, да, то есть там какой-то из крестиков какой-то калейдоскоп разноцветный. Они же еще там очень много блендов, и крестики сами по себе не одним цветом переливаются, а двумя. И ты когда смотришь близко, сейчас я вам покажу, калейдоскоп, но когда смотришь вот так, и вот сравниваешь, да, вот так, то ты понимаешь, что, да, у тебя здесь ступени, пол, его видно уже. Да. Прикольно получается, через камеру особенно видно хорошо. Не скучно вышивать. Мне говорили, ой, начни с лица, начни с героев. Это не мой вариант. Я начинающая вышивальщая со многоцветок, поэтому я со своего привычного угла я решила по самому минимуму что-то менять в своей организации, потому что, чтобы не повторить предыдущих ошибок, когда я бросала просто многоцветки из-за того, что мне было это неудобно и некомфортно. Сейчас я вам хочу показать, вот это так называемый калейдоскоп, если у меня получится. Это все. В камеру, конечно, сложно показать, если только поближе еще сделать. Так, ага, вот раз фокусировка уже произошла. Ну вот видно здесь, да, что они такие, вот что здесь вышиваются, здесь какие-то зелено-коричневые, коричневые, серо-зеленые, серо-коричневые цвета. Потом раз-раз и потихоньку сменяются на светлые цвета вот такое. Да. Еще почему я все-таки, мне больше понравилось вышивать 50-сантиметровыми нитями, а не метровыми, да, то есть почему? Потому что я попробовала бленды брать тоже метровые, как Лена Прокопенко. И я прямо аж ухожу, 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 потому что я стремлюсь эту ниточку закончить. Вот по максимуму, сколько можно ею вышить, докуда дотянется у меня, да, а с помощью саги дотягивается далеко. И вот я уже планировала там до 12 максимум квадратов, 10-12 квадратов вышивать, а я уже добежала до 19-го. То есть вот здесь вот этот крестик у меня вышит, это 19-й квадрат заканчивается. То есть как бы на ширину в 20 уже. Ну, потому что так удобнее, чем вот эту нитку крепить и опять все вот. А когда 50-сантиметровый, да, то есть вот один цвет вышиваешь, вышиваешь, он вроде бы еще здесь есть, а у тебя нитка кончилась. Я закрепила и снова пошла вышивать отсюда. То есть я вышиваю вот отсюда и стараюсь как бы квадраты закрывать. То есть вышивать так вот, ну, по принципу, да, заполнять вот эти все квадраты. То есть вот брать нижний какой-нибудь, нижний левый, нижний левый, самый нижний левый, потом снова самый нижний левый, самый нижний левый и так далее. И потихонечку у меня вот так квадраты все заполняются. еще вот я хотела сказать вы видели в прошлый раз что у меня были припаркованы некоторые ниточки я пробовала по цветам то есть вот вышиваешь в области в какой-то по цветам потом закрепляешь ниточку убираешь все-таки некоторые ниточки я убирала потому что были таких которых крестиков которых мало вот но а потом решила думаю я буду попробую я парковку как я тогда вышивала лошадей дименшес мне очень понравилась парковка внутри квадрата то есть по цветам внутри квадрата и за пределами квадрата ты уже этот ниточку паркуешь но я столкнулась с тем что когда я вот неделю не вышивала процесс я потом села снова вышивать и я начала сомневаться отключилась включилась оксана сомневающиеся я начала сомневаться правильно ли я припарковала нитку может быть на крестик не туда и тогда это совсем будет другой символ и что я делала вот сколько было тут припаркованных ниток штук 15 до я каждую брала и проверяла то есть я вот искала то есть я смотрела какую приблизительно на схеме какой это должен быть символ не приблизительно какой в этом месте символ брала вот так органайзер прикладывала нитку которая припаркована и сравнивала это или не это и все таки вот здесь была ниточка которую я не распознать все против сверила все нормально вышила до вы до вышивала их закрепила убрала на органайзер значит вот здесь была ниточка которую я не раз blend которую я не распознала и мне пришлось ее просто закрепить и выбросить такую длинную нитку поэтому я решила что я буду дошивать нитку при парку то есть закреплять и убирать лучше так чем вот это вот то мне столько времени ушло на сверку вот этих блендов правильно ли неправильно я припарковала то есть лучше так но я прошу не судить меня строго потому что я начинающая в этом отношении девушка и я то есть я попробовала разные методы какой и я то есть как бы в данной работе я для себя наиболее удобный способ еще понятное дело что вот у меня четыре разных многоцветки и везде организации у меня разные почему понятное дело потому что я по-разному все там организовала все зависит от того что что за схема набор это или схемы или еще что то и все это разное поэтому и организация поэтому разум когда я решаю прерваться на другую работу я просто вот эти вот органайзеры складываю в коробку обувную и убираю то есть вот это тоже не пылится я на ночь я то есть я когда не вышиваю но я знаю что завтра все равно тоже буду и вышивать я бы накрываю полотенцем если я знаю что у меня будет перерыв я убираю в обувную коробку и потом приступаю к другому сюжету но я сейчас покажу вам как я эльфейку организовала потому что остальные два процесса я толком и не вышивала в этом месте я не вижу смысла показывать их организацию когда дело до них дойдет тогда буду показывать на эльфейке гораздо меньше выше то ну потому что я не знаю я вообще тут честно говоря на стартовала снова весенние эти старты и у меня в одном и в одном моменте пришло такое ну тут опять творишь что ты сейчас у тебя будет все лежать я до сих пор еще не пришла к какому-то мнению то есть я для себя еще решаю то есть как-то буду делать это в ротации все это вышивать то есть по 3-5 дней или все таки может быть ротация будет там по месяцу по две недели один процесс или все таки я возьмусь за какой-то один процесс а все остальные отложу то есть я пока еще не пришла к решению никакому я пока думаю как это лучше сделать организацию второй работе уж простите покажу вам на тифане ну потому что станок то сейчас занят рама я сняла пока это эльфийка и дракон девушка дракон называется у натальи пашнограева этот набор я брала ниточки из хс вы уже знаете да чтоб я переорганизовывал ее потому что мне не подошла 18 аида которая была в наборе она мне показалось слишком жесткой даже после стирки она осталась жесткой деревянной палат вышивать был даже ну пальцы очень быстро уставали больно было уже много не вышиваешь на такой конве не знаю может я еще каким-то стирком подвергну кирпичением и и я еще не знаю вот а потом она что же наверно присаживается с каждым разом и поэтому каждый раз ее так что-то там останется значит вот она схема красотка да вот она схема ой вот этот символ который я последним вышивала и я вышиваю все таки его с левого нижнего удобного мне угла потому что планшет он ну по планшет не работает к сожалению приходится вашего телефона я не умею и не не поняла как это можно сделать я поиск попробовала найти как это сделать я не умею переворачивать схемы в телефоне то есть саги в самой я видела как это делает алина надо было спросить мне конечно я уже увидела после того как отшила снова еще один кусок то есть вот я сначала было как бы вверх ногами собиралась видите 10 цифры так у меня подписано но потом я заново перерисовала эти цифры все-таки попыталась было смыть но не тут то было это вот это гелевый стержень это то у меня маркер а это стержень так что не тут то было я думаю ладно оставлю страшного здесь и я снова начала вышивать значит здесь выше то больше двух тысяч за один день шивала один день это то есть вот этот участок у меня вышится один день больше двух тысяч так один же день у меня был сейчас глянем когда это было до 1 день 2 апреля а две с половиной тысячи тут у меня она вышита добежала я до 12 квадрата но это принципе комфортное мне до такое расстояние вот но я хочу дойти здесь тут принципе уже на 13 квадрате дерево начинается и я так и думаю что я наверно буду подниматься на 5 квадратов тоже вверх и идти сюда тут дальше дерево начнется с листьями она занимает хорошую треть работы а потом дальше будет платье девушки кстати вот этот бленд который дал третьего как много вы достаточно много который фоне вот здесь участвует его достаточно много по работе так вот посмотрела его среди его как много по работе до платье он будет вот и вот эта самая рама которая у меня 70 сантиметров здесь тоже у меня вот здесь уже кнопками чтобы она не крутилась и чтобы я тоже могла вот так вставить телефон и вышивать чтобы мне было удобно значит какие здесь у меня органайзеры я вот эту вот убираю в такую обычную обувную коробку то есть я не стала тратиться ничего покупать еще обычную обувной к у меня пять по сути многоцветок то 5 да то есть 12 красавиц ст эльфийка монолиза и меняю шляпку и я вот пять обувных коробок взяла и все вот все по коробкам распихала здесь я решила использовать кроме тех органайзеров которые предоставляются в наборе от наташи которые удобные очень удобные мне они нравятся все таки я решила еще сделать парковушки не хочу тратить время на навешивание обратно органа органайзер ниточек поэтому я вот сделал из дубка у меня всего два таких осталось органайзера свободных было три помогит вот и как видите то есть у меня метровые остается это если солит и по 50 сантиметров короткие нарезаю если это бленд причем бленды я стараюсь чтобы они друг с другом я вот как бы вот у них было чтобы тут расстояние вот здесь хорошо видно в этом органайзере 10 не бленд и здесь хорошо видно то есть я стараюсь между ними психики и похожие цвета да хотя на самом деле один темно-серый другой темно-зеленый но они могут сливаться иногда вот эти вот два очень потому что они рядом 702 и 701 они вообще похожи 703 702 тоже похожи и вот именно таких блендов я опасаюсь в работе потому что я могу их спутать когда навешиваю на ниточку поэтому я вот их стараюсь вот разделять чтобы они у меня висели отдельно понятно что на наташиных органайзерах они висят отдельно но вот здесь когда я то есть это не чисто парковушка то есть я вытаскиваю оттуда по пасме разрезаю по 50 сантиметров и вот так и вешаю отдельно больше я не делаю чтобы они не трепались я тоже лишний раз ну и вот я таким образом сначала брала двадцать шесть шестые иголки из хис ниточки меня через них пушатся то есть они толстенькие они пушатся и я взяла 24 принципе на стороне не двадцать четвертым и вообще превосходно вышивается да так что все нормально и вот такая вот и здесь еще в коробке у меня вот дополнительные нитки если мне будут нужны удобно то есть вытащила вышиваешь убрала все закончила вышивать убрала мне вот эта организация понравилась дубку потому что его можно использовать как парковушку я много-много лет любила только пока ниточный и я теперь понимаю что вот для таких работает работ допустим если плюсом да то есть если не чисто вот дубку а если плюсом то есть вот те ламинированные органайзеры где отдельно висят бленды и вот такая парковушка очень удобная штука я еще попробую как у меня там на паковских органайзерах монолиза посмотрим будет вышиваться и как и что поживем увидим не буду пока ничего загадывать может быть ту организацию буду переорганизовывать не буду я вот как раз сейчас понимаете вот у меня четыре разных проекты даже пять и пять разных организаций и мне удобно удобно пробую какая мне удобней какая будет лучше для меня поэтому вот выбираю для себя что мне удобней все настроение вышивать удобно по сравнению с с сеткой гобеленовой это вообще земля и небо поэтому вот я довольна но единственное что я понимаю мне немножко удручает тот момент что да я доберусь до интересной части очень очень не скоро это будет когда уже 50 процентов работы вышито и тогда уже пойдет вторая половина и и там будет вот лицо дракон вот руки и и вот все прическа корона все самое интересное в верхней части картины но с другой стороны и когда ой а вот как начинаешь себя грузить да ой когда же я доберу вот зудишь зудишь сама себе нет надо просто уже принять это здесь тоже есть интересные внизу элементы то здесь будет дерево листы хвост дракона потом будет вот пряжка на ремне тоже есть интересные моменты да очень много фоновой части вот конечно но ничего страшного зато какая красота по итогу получится решила показать вам покрупнее стежочки еще как они ложатся где-то да где-то видите просветы там стежочек лег неровно есть еще но я привыкаю хотя на 20 конве мне все нравится как ложится вот этими стежочками да сейчас вот так сделаю в руки взяла фотоаппарат надеюсь не трясется чтобы показать вышиваю здесь вот посмотрите здесь вот я вышиваю здесь фон и предлагаю посмотреть видно или не видно где-то где-то я вижу где-то не вижу что где-то полукрест идет а где-то гобеленовый стежок все-таки идет но я попробовала вышивать все гобеленовым стежком да и когда принцип идет не из пустого то есть из полного в пустой угол стежок ложится совсем по-другому хотя он тоже гобеленовый я вышивала на страмине большом да там вот маке от dimensions я все вышивала там гобеленовым стежком потому что полукрест его сразу было видно он отличался прям полосил надеюсь здесь все-таки вот таких полос не видно как-то вот так облетень от фотоаппарата идет ну вот как-то так сейчас покажу изнанку изнанка далека от идеальной вот потому что здесь узелок запутался и я его не смогла распутать поэтому так остался ну вот как и есть а здесь видно да что вот здесь идет чередование гобеленового стежка с полукрестом и там где гобеленовый стежок понятно изнанка более плотная там еще закрепки у меня идут под стежками вот здесь вообще каша-малаша вот не очень мне нравится не знаю я как приспособиться вот видите я под гобеленовыми стежками закрепляю нитку крутила вертела раму но сейчас я подсмотрела у девочек способы закрепки чтобы ее не крутить я надеюсь у меня получится и конечно надо следить за ниткой она видите у меня умудряется запутываться надо следить ее за ниткой пальцем постоянно прощупывать не отвлекаться чтобы она у меня и метровой не вышивать конечно иначе она у меня стремится запутаться так что вот такая получилась изнанка вот такое лицо не знаю еще пока насколько вроде бы нравится но насколько еще пока не определилась все таки вот я не очень люблю нитки из ХС но в свете того что вот наши современные реалии да они изменились и у ДМС цена жутко подскочила я теперь в раздумьях какими ниточками я буду дальше многоцветки вышивать потому что когда ДМС покупаешь на многоцветке это какая то ну да получается правда очень дорого так что будем ну я в ближайшее время вышивать буду то что у меня есть то что у меня уже укомплектовано покупок у меня не планируется поэтому есть время еще подумать я думаю за это время когда у меня уже соберусь я комплектовать многоцветку а у меня есть в планах которые вот после этих будет еще у меня есть шикарный подарок от Юлии Джульетт Крюстич и я конечно тоже хочу ее вышивать но в ближайшее время нет приступать не буду потому что буду вышивать то что есть и уже потом уже я думаю за то время пока я там определяюсь какими нитками я хочу вышивать я думаю что уже решатся всякие вопросы будет уже видно что и как и чем что реально будет для меня что нереально какими нитками буду вышивать может быть даже попробую для себя роял нитки не знаю посмотрим почему мы видим есть группа вконтакте где можно заказать нарезку разными нитками ДМС и СХС и роял а может быть и приноровлюсь и на остромини вышивать СХС и будет они все таки более толстые такие более плотные и более плотно ложатся на том же остромини не знаю поживем увидим еще пока я для себя не решилась не определилась на этом у меня все сегодня вроде бы я что хотела все вам рассказала значит я буду дальше приноравливаться вышивать и думать как же мне все таки поступить с ротацией таких больших масштабных работ вот а надеюсь это вам видео было интересно и хоть чуточку полезно а если у вас есть полезные советы для меня то я буду вам очень очень благодарна жду ваших комментариев не забудьте поставить пальчики вверх с вами была Оксана Дереза увидимся в следующем видео пока 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 пока